Добрый день, Дмитрий Василец. Он интересует и многих подписчиков ваших, вы известный блогер в Украине. И вот что вас побудило заняться вот такой публичной деятельностью и начать вести интернет-блог? На самом деле все случайно очень происходило. И вот такие резкие движения люди делают, когда их выталкивают из зоны личного комфорта. Я в этой связи вспоминаю Богдана Хмельницкого, который неплохо себя чувствовал в качестве сотника в реестровом казачестве, находясь на службе польского короля. Но вот когда его личные обидели, когда у него случились личные проблемы, вот тогда он начал искать возможность отомстить обидчикам. Сначала пытался через суд добиться правды, через короля, но потом король намекнул ему, у тебя есть сабля, решай вопрос самостоятельно. У меня такого короля, который бы мне намекнул, что у тебя есть сабля, решай вопрос самостоятельно, не было. Но по сути меня тоже выталкивали из зоны комфорта. То есть я работал в должности, достаточно серьезной чиновничьей должности, был начальником, ну, попросту говоря, областной налоговой. Работал, мне кажется, неплохо, показатели были хорошие. Знаете, когда вот майдановцы ходили и предъявляли всем претензии, в январе-феврале 2014 года ко мне в суммах никто не приходил, при том, что они приходили в РОВД, кидали бутылками с зажигательной смеси. Вы просто тогда еще не вели блох. Блох я не вел, но претензий по работе моей, налоговой, от предпринимателей не было. Более того, у меня тогда был серьезный конфликт с губернатором. Губернатор требовал от меня, как руководитель налоговой, дань. Вот, когда я отказался платить эту дань, ну, и было даже уголовное дело по этому поводу, он начал там всякие инсинуации, митинги против меня проводить. Что интересно, он нанимал для проведения митингов свободовцев, ну, знаете, самые неподкупные вот свободовцы. И вступались за меня как раз вот патриоты, свободная пресса. То есть меня ругала только та пресса, которая была на зарплате у губернатора, ну, по сути, там, областная газета, областное телевидение. Вся свободная пресса абсолютно бесплатно поддерживала начальника налоговой. Потому что, ну, я, во-первых, был открыт для этой прессы. Если у любого журналиста возникал вопрос, он мог его задать мне лично. Ну, и я нормально работал с предпринимателями. Если где-то какая-то очередь, там были объединения предпринимателей, звонили, обращались, решали, вот в мгновение ока все делали, ну, чтобы люди нормально, хорошо работали. Меня уволили. Почему? Потому что говорили, что губернатор уже новый, губернатор, который пришел в результате победы Майдана, тогда он был членом партии Батлевщина, он потом стал народом фронта, он должность, говорят, продал за 300 тысяч долларов всего лишь. А должность занята, нужно как-то освободить. Он и письма писал. У меня, кстати, есть эти письма, которые он писал. Губернатор, представьте себе, пишет на имя Пашинского, тогда Пашинский был главой администрации президента, где указывает, что я, ну, то есть начальник налоговой, мешает своей деятельностью избрать кандидата от Батлевщины на должность мэра города Сумы. Это в официальном документе пишут, представляете? То есть я слышал такие намеки у Януковича, что ты принимаешь, у него там политическая окраска, но это тихонечко, полунамеками, никто даже прямо не скажет, не то, что не напишет. А тут бумага на имя главы администрации президента. И потом бумага... Да, и потом бумага от главы администрации на имя министра, тогда исполняющего обязанности министра, назначили Белуса, тоже редкий поц, в плохом смысле этого слова, что вот нужно срочно решить вопрос. Ну, я тогда как раз занимался защитой докторской диссертации, и по ГЗОТу ушел в отпуск на полгода, есть такая штука, творческий отпуск на полгода. Но когда я вышел из отпуска, приняли закон иллюстрации, меня быстренько срубили, я пытался искать правду в судах, мое дело, кстати, в суде о незаконном увольнении до сих пор висит. Судья Облов, он зампредседателя Килинского административного суда это ведет, он там иногда рассказывает, какой он сильный борец за законность, но в моем деле он никакой не борец за законность, потому что меня уволили не только незаконно, потому что уволили по закону иллюстрации, но даже этот закон иллюстрации, там прописаны какие-то процедуры, их тоже нарушили. Ну и вот тогда, собственно говоря, я начал немножечко, перестав быть государственным служащим, перестав быть связанным какой-то корпоративной этикой, я стал говорить то, что я считаю нужным на своей странице в Фейсбуке. То есть это тот самый меч, с помощью которого наводили справедливость. Да. В принципе, я понимаю, что хорошо получается. Вы толкнули меня из зоны комфорта, но это был Фейсбук, Фейсбук, честно говоря, мне не нравится до сих пор, там у меня около 15 тысяч подписчиков, но мне не нравится реакция Фейсбука, я не понимаю Фейсбука до сих пор, потому что страница в Фейсбуке с 2014 года. Потом мне моя бывшая супруга предложила вести программу на радиовесте, называлась она «Люди говорят», были слушатели, которые звонили в студию, с ними общались, были гости, которые приходили, были ряд программ, которые действительно стоит отметить. Таня Монтян, например, все время подчеркивает, что именно из-за нее закрыли радиовесте. Ну, была программа, которую я вел, была Таня Монтян. Говорили мы вообще не о политике, а говорили мы о подготовке к зиме. Это был конец августа. И начали звонить люди, и надо обзывать ее плохими словами. Ну, она ему ответила, у тебя что, член вырос от того, что ты меня сейчас обозвал. Ну, вот за это влепили по Пареджине. Мне после этого сказали, давай программу закроем или что-то решай. Я говорю, хорошо, давайте я буду вести программу тематическую по Конституции Украины. Программа, статья, программа, статья. Открываю Конституцию, звоню своей бывшей жене, говорю, у меня после первой программы закройте. Первая статья Конституции Украины. Демократичная, правовая, социальная, держава. Обсуждали с людьми по поводу того, насколько она демократическая, правовая и социальная, держава. В общем, закрыли. Закрыли программу, что характерно, на 15-й статье закрыли. На 15-й статье, а в 15-й статье, среди прочего, слова содержат статьи «цензура заборона». Ну, было... Это красиво. Радио Вести тоже было закрыто. Я не понимал политику, честно говоря, радио Вести, потому что, в отличие от газеты Вести, где работали тогда и работают сейчас адекватные люди, которые в состоянии анализировать ситуацию, на радио Вести работали упоротные майдановцы. То есть, у которых вот полный майдан головного мозга. И, ну, значительная часть редакции той радио Вести работает, знаете, где сейчас? И уже не первый год работает. Ну, может быть, какое-то вот предположение, где могут работать люди с радиостанции, которую закрыли за то, что она была супероппозиционной, которую мочили в том числе бандитами, которые захватывали реакцию и выносили. Где они могут работать? Не знаю, если это вот майдан головного мозга, это Экспресса, это 1+,1, это 5 канал, это Прямой. Это Прямой. Это телеканал Прямой. Ну, вот видите, значит угадал. И ошметки этой редакции еще работают на радио НВ. Такой же самый телеканал Прямой, только в радиоформате, по сути, разговорный о радио. Вот, я тогда как бы своей бывшей супруге, которая является генеральным продюсером, говорю, ты зачем их кормишь? Они работают против тебя, они работают против правды. Нет. Я бы добавил, что, наверное, и против государства Украины тоже. Против государства, конечно. Больше, наверное, сначала против государства, а уже потом. Давайте так, не против государства. Я бы здесь разделял, я вот всегда подчеркиваю, что государство и страна – это разные понятия. То есть сейчас государство у нас узурпированное, государство – это некий механизм, при помощи которого народ держит в повиновении. То есть это некий аппарат насилия. Вот этот аппарат насилия, он узурпирован. Он был узурпирован в результате государственного переворота, если брать ближайшее наше прошлое, в результате государственного переворота 22 февраля 2014 года. Мне говорят о том, что это неправильно говорить о государственном перевороте. Это путинская пропаганда. Вот Путин говорит, что это государственный переворот, и ты говоришь, значит ты Путин. Так извините, если Путин скажет, что солнце сходит. Я работаю на Путина, если Путин говорит, что солнце всходит на востоке, если вода мокрая, ничего за ним повторить нельзя, что вода мокрая, потому что я же буду путинским агентом. Ну, берем Конституцию и читаем, что президент Украины достроков может быть усунен в вид в экономии своих полноважений. Урази, пункт номера, там я не помню, последовательность, но Урази своей смерти, Урази хворобы, причем Урази хворобы там прописано каким образом, Урази добровильной видставкой и Урази импичменту. Четыре выпадки, четыре случая, по которым президент может быть устранен. Ну, это прописная истина. Любой, кто возьмет Конституцию, откроет, по-моему, 103-я статья, если я не ошибаюсь, ну, в общем, там про президента, она короткая, прочитает, берет это постановление, первый пункт, значит, Янукович самоусунулся, второй пункт назначаем досрочные президентские выборы. Что значит самоусунулся? Ну, что значит самоусунулся? Тем более, что в тот же самый день, когда он самоусунулся, он в Харькове под лампой рассказывал, что я никуда не уезжаю, я в Харькове, и в тот момент действительно уже, как было установлено по ходу суда, он действительно находился в Харькове. На следующий день он находился в Донецке, потом он находился в Крыму. Крымца Украина? Ну, конечно. Крымца Украина. Чем занимались, кстати, чем, да, и... Это же, да, Конституция целый раздел посвящен автономной республике Крым. Я говорю, когда спрашивают, чей Крым, я говорю, ну, если с точки зрения закона Украины, то это Украина. Хотя, с другой стороны, если посмотреть с точки зрения закона России, то это Россия, у них так Конституции написано. Я вообще на этом подлавливал, знаете, студентов, когда преподавал, вот уже после увольнения из налоговой, преподавал год государственное право в Киевском институте экономики и торговли. И в том числе был у меня предмет государственное право зарубежных стран. В втором курсе я читал. И как бы там в том числе отсматривали Российскую Федерацию, и я их подловил на количестве субъектов Российской Федерации. А там какая штука, там за годы независимости России некоторые субъекты объединялись, укрупнялись, и их становилось меньше. И они там называли мне некую цифру старую. Я говорю, да нет, неправильно. Они говорят, прибавляют два, Крым и Севастополь. Я говорю, а что, Крым и Севастополь это Россия? Нет, ну вы же как бы говорите неправильно. Я говорю, правильно, неправильно, потому что такие-то субъекты Российской Федерации объединились, такие-то объединились, и вот их так. Но с вашей точки зрения, если вы считаете, что Крым и Севастополь это Россия, тогда их вот на два больше. Правильно. Поэтому, как бы они очень интересные ребята эти все, с которыми разговариваешь, пытаешься разговаривать языком закона, и они тебя обвиняют в том, что ты Путин. Еще такой вопрос. А вот мне задавали себе вопрос, а почему ваш блог смотрят? Почему он интересен, и почему он набирает сотни тысяч просмотров? Я не знаю. Ну, во-первых, как бы далеко не сотни, не каждое видео набирает сотни тысяч просмотров, и далеко не каждое видео интересно. Я не понимаю YouTube. Я реально не понимаю, почему вот это видео заходит, а вот это видео не заходит. Почему видео, к которому я уделил больше внимания, допустим, больше, там, вот оно бывает видео, когда, ну, действительно, там, большой исходный материал, например. Ты над ним работаешь, карпишь, сидишь, оно не идет. То, что сделано вот как быстро. Ну, да, вот иногда вот так вот торопишься, причем торопишься даже не потому, что нет времени, а потому что тема, может быть, горячая, но тут еще понятно. Ну, просто получилось так, что как бы сделал вот походя, да, то есть над темой особо не думал, она как-то к тебе пришла. И вот оно ушло, улетело. Я вот, допустим, не понимаю, у меня топовый ролик на канале встреча президента Порошенко и президента Сербии. Кстати, я для президента Сербии как бы главный пиарщик, потому что в Ютубе следующий за мной ролик его встреча с Путиным раз 10 меньше набрал. Тут 4, больше 4 миллионов просмотров ролик набрал. Я не понимаю, почему ролик, например, о встрече с президентом Сербии набрал 4 миллиона просмотров, а ролик о встрече с президентом Грузии, условно, набрал 100 тысяч просмотров. Почему, как, как вот оно происходит. Почему, ну, вот еще более непонятна для меня вещь. Суд Януковича, допрос Яценюка. Как бы информации масса интереснейшая, поэтому я делаю по допросу Яценюка два ролика. Ролик, который я выпускаю первым, он набирает около 160 тысяч. Ролик, который я выпускаю вторым, тут же, вот, ну, буквально, вот, выпустил ролик, делаю второй, выпускаю его через 2 часа. Он набирает больше 2 миллионов. Как так? Вот я этого понять не могу. Что в Ютубе происходит? Как оно происходит? Как оно происходит? Ну, нет, примерно. А вот именно почему столько вот, 50-100 тысяч, ну, это вот гигантские суммы, на самом деле, по просмотрам. Миллионы, это я вообще молчу. Это вообще отдельная тема. Но вот почему, вот почему люди смотрят, почему это им нравится, почему они пишут пожитивные комментарии и так далее. Ну, то есть, это своеобразный такой дефицит на правду, который блогеры именно удовлетворяют. Ну, возможно. Возможно. Я, понимаете, я, как бы, изначально вот Ютуб-канал вообще делал, ну, вот, делал по принуждению, так скажем. Ну, вот, реально по принуждению. То есть, когда я, вот, вел программу на радио, после того, как я вел программу на радио, меня начали приглашать на Ньюс Ван, и мне начали люди в Фейсбук писать, делай видеоблог. А я долгое время, ну, несколько месяцев, где-то с полгода выкладывал просто эфиры свои, меня на Ньюс Ван пригласили. Я, как бы, вырезал себя, поставил, вот, вот, то, что я говорю, там, как-то назвал, картинками не заморачивался, потому что я тогда этого делать еще не умел. И в какой-то момент, знаете, успех вдохновляет. В какой-то момент я публиковал видео, фрагмент эфира, который вел Гонопольский. Гонопольский мне задает вопрос, почему украинцы хотят в Европу. Я говорю, украинцы хотят в Европу, потому что их обманули. Потому что они хотят в Европу, надеясь на высокий уровень жизни, но они этого высокого уровня жизни, даже вступив в Украину, в Евросоюз, не получат. Пример Болгария, пример Румыния, страны Евросоюза, но низкий уровень жизни и до 2014 года уровень зарплат в той же Румынии или в Болгарии был ниже, чем в Украине. Ну, Гонопольский там возмутился, я вас пригласил для того, чтобы мне рассказали, что Европа это хорошо, что вы мне рассказываете. Вот, в общем, короче, этот ролик начал набирать, сейчас у него около там, ну, а тут мне казалось просто невероятная цифра, около 400 тысяч просмотров. А тогда он начал набирать примерно 500 просмотров в день. Вау. То есть, ну, вот он набрал за первый месяц там что-то около 15 тысяч просмотров или 10 тысяч просмотров. Вот, как бы я начал более внимательно относиться к тому, чтобы выкладывать свои эфиры. Ну, а потом один человек там, один из просто зрителей, там, подписчиков на Фейсбуке. Один из первых. И меня буквально заставил, как бы, это вот делать, записываться самостоятельно. Он мне там программу какую-то нашел, он сам в Германии живет. По видеосвязи научил меня этой программой пользоваться. Сейчас я уже не пользуюсь, сейчас я монтирую на телефоне, это гораздо удобнее, это мобильнее. Но тогда на компьютере вот, как бы, я это делал. Но опять-таки я стеснялся. Ну, как это я вот себя буду снимать, потом выкладывать? Первое видео, знаете, такое было какое-то, которое снято вот самим собой, там начался очередной накат хейтеров на меня. Меня первый раз забанили на Фейсбуке, я очень страдал из-за этого. Сейчас, как бы, забанили на месяц, да и фиг с ним. И легче даже без Фейсбука живется. А тогда вот написали статью, как антиукраинский политолог что-то там, ну, про меня там, кучу бреда написали, там, что-то придумали, что-то дофантазировали. И вот это вот разгоняли по сети, и я такой шел с эфира, кстати, на Ньюсфлан, перекладина, думаю, как я говорю. Ну, вот, как бы, если ты такой грамотный, там, если ты что-то из себя представляешь, если ты рассказываешь, что ты мне морду напьешь, ты сначала сделай то, что делаю я. И я подтянулся 25 раз, вот эту вот штуку выложил в Фейсбук, это было первое видео. Он набрал, кстати, тогда немного, что просмотров 500 или 700, ну, вот, как бы. Ну, все равно приятно, и пошло. Приятно, не, не пошло, потому что я вот все равно не мог решиться, а уже в какой-то момент я для себя решил, что я буду делать это регулярно. Здесь, ну, и в конце апреля я начал делать регулярно, и когда я за май получил миллион просмотров на канале, при том, что за весь предыдущий период у меня тоже был миллион, о, вот это да. При том, что у меня было 4 тысячи подписчиков, стало 10 тысяч подписчиков, о, вот это уже, как бы, вот успех, да, какой-то, вот это вот оно. Когда я видео залил в Москве, там, в гостинице, доехал до аэропорта, а оно набрало, там, 30 или 20 тысяч, ну, какие-то вот смешные, на самом деле, для настоящего состояния канала цифры, но тогда это было, тогда вот это действительно вдохновило, и я понял, что людям интересно то, что я говорю, то, что я делаю, то, что вот, ну, по-разному, разные моменты были встречи, вот, как бы, знаете, многие люди меня подталкивали к ситуациям, к действиям, которые, ну, о которых можно даже, наверное, жалеть, да, вот. Вот, многие люди говорили, Александр, сколько можно критиковать, давайте предлагать, давайте делать. И в прошлом году, чуть больше года назад, когда были президентские выборы, вот, я решился, да, меня поддохнул к этому один из подписчиков, ну, последняя капля была, один из подписчиков, по-моему, с Новограда-Волынского, он, там, нашел тоже меня в фейсбуке, мы с ним связались, он говорит, можно подъехать, там, где-то встретиться, мы с ним встретились, оказался пенсионер, просто пенсионер. Он говорит, у меня есть сбережения, я готов дать тебе 100 тысяч гривен, чтобы ты шел в президентский выбор, на президентский выбор. Вот, и я, как бы, это было перед Новым годом, я думал весь Новый год, и, как бы, я, вот, там, решился, обратился к людям за деньгами. Но это оказался негативный опыт, потому что, то есть, несмотря на то, что деньги я отдал, как, ну, мы договаривались, если я собираю деньги, то мы идем на президентский выбор, там, 2,5 миллиона гривен надо было. Если я не собираю, то мы их раздаем. Раздавали деньги кому? Я даже и часть людей знаю, это часть политзаключенных, которые тогда были в тюрьмах. Детям политзаключенным и ветеранам войны, ветеранам боевых действий, только настоящей войны и настоящих боевых действий вот той войны раздавали. Причем я выкладывал видео, ну, не все видео я мог выкладывать, потому что, ну, вот, и не все видео, собственно говоря, были с теми же политзаключенными. Да, вот я в эфире телеканала, первого канала в России познакомился с Игорем Кимаковским, это один из политзаключенных, которого обменяли вот тогда вот на самолетах 37, да, при Зеленском. И я к нему говорю, можно там записать комментарий какой-то, ну, а что бы не воспользоваться, канал как бы, его только обменяли. Он говорит, да нет, я не хочу, я это самое, я не хочу, и все, и пошел куда-то. Потом возвращается, стоп, а ты Семченко? Я говорю, да, ты же мне деньги перечислил. Я говорю, ну, это не мои деньги, это деньги моих подписчиков, короче, ты мне деньги перечислил, я тебе, как бы, вот это самое, давай, что тебе комментарий какой записать. Я говорю, сейчас не могу, вечером встретимся. Да, то есть это, ну, то есть, но кому надо рассказать, что я подонок и вор, рассказать, что я там на эти деньги купил машину, которая у меня с 12-го года, они же это расскажут. И что обидно, что люди, которые, вот, они смотрят, смотрели мои ролики, они были подписаны на мой канал, и они вот посмотрели этого, вот, подонка, на самом деле, подонка, негодяй и брехуна. И они подумали, о, подонок прав. Вот этот человек, которого, как бы, я смотрел год, который мы, я верю, он не прав, он собрал. Ну, вот, здесь, если вот, мы вот отойдем от этой темы и перейдем вот к следующим. Вот, много в комментариях жалуются насчет того, что вот есть вот заголовки, которые не соответствуют содержанию. Ну, например, там, ужас, там, внимание, срочно и так далее. И вот многих это вот раздражает. Но, тем не менее, достаточно много подписчиков все равно есть, но, опять же, в комментариях есть такая вот история. Ну, я немножко знаю ответ на этот вопрос, но я думаю, что и зрителям, и подписчикам твоего канала это было бы интересно. Вот почему именно вот такая логика построения заголовок? Ну, смотрите, Дмитрий, во-первых, у меня на канале нет ни одного заголовка, который бы я не мог отстоять, доказав, что он соответствует содержанию ролика. Почему? Потому что YouTube очень строго к этому относится. Это на языке YouTube называется мошенничество с метаданными. За мошенничество с метаданными, это название, это картинка, это описание и это теги удаляют канал без разговоров. То есть без всяких страйков, там, как вот там при использовании чужого контента страйки высылают, и только при наборе трех страйков тебя удаляют. Здесь канал удаляют мгновенно. Поэтому за каждый заголовок я могу ответить, в какой конкретной части. Другое дело, что ролик, ну, там, разный продолжительность ролика, может быть, 10 минут, может быть, 20 минут. И понятное дело, что в течение 10 или 20 минут я говорю на разные темы. В заголовок невозможно вынести все темы. Даже технически невозможно, потому что в YouTube есть определенные ограничения по длине заголовка, просто он не сохраняется с более длинным заголовком. То есть по каждому заголовку я могу ответить, это вот однозначно. Но яркие заголовки, они ориентированы не на старых подписчиков, а на новых, чтобы привлечь их, чтобы вот как бы, ну, ярко, яркий заголовок, вы пришли, посмотрели, вам нравится, вы подписали. И здесь меня, знаете, их раздражают заголовки, а меня раздражает такая реакция. Потому что если ты являешься старым подписчиком, и ты оцениваешь книгу по обложке, ну, значит, мы с тобой как-то вот плохо сотрудничали. Значит, я оказался неубедителем для тебя. Ну, в конце концов, многие подписчики пишут, я вообще заголовки не читаю. Ну, вот так пишут. То есть я на тебя подписан, я смотрю твои видео просто по факту того, что они вышли. Вот так же у меня было там, какой-то период, знаете, был ранний Шарий, ранний Шарий, который занимался Донецком. Который вот, ну, реально освещал Донецк, что там происходит альтернативно, вот не то, что пропаганда идет. Вот. И раннего Шария я смотрел, не обращая внимания на заголовки или на картинки. Вот сейчас я, как бы, Шария смотрю от случая к случаю, если действительно какой-то заголовок, чаще всего, как бы, он не соответствует то, что вы говорите, действительности. Но вот раннего Шария, который мне нравился, по содержанию, я на обложку не смотрел. То есть я вот подсел на Шария где-то осенью 2014 года, потом слез с него, когда у него начался этот российский затейдонный, Навальный, Навальный, Навальный. Вот. И вот в этот период я смотрел буквально всего Шария, от корки до корки, независимо от заголовки. Вот здесь я тоже надеюсь, что люди, мои подписчики, старые со стажем, заходят и смотрят книгу по содержанию, а не по обложке. И здесь, кстати, вот есть проблема с обложками и, в принципе, с продвижением Ютуба. То есть есть ряд каналов, мой к ним, к сожалению, относится, я общаюсь с другими блогерами политическими, которые, как это говорят, хейтят. Ну вот попробую проиллюстрировать, допустим, заходит ролик, где-то 300-400 просмотров первую, вторую, третью, четвертую минуту, ежеминутные просмотры. И раньше вот, как это было, 10 минут, потом как бы он начинает индексироваться в поисковиках Ютуба и подскачивает. То есть с 300 просмотров, при этом на 500, 600, 800 тысяч просмотров в минуту. Сейчас опускается на 100 просмотров в минуту. То есть склоняемся с ребятами, причем разные блогеры с разным количеством подписчиков, но не менее 200 тысяч. И вот у всех одинаковая картина, нетипичная. Такой картины быть не может. Есть ощущение, что конкретные каналы давят, и что цензура, государственная цензура, цензура определенных политиков, которых мы критикуем, дошла до Ютуба. Ну, в конце концов, ни для кого же не секрет, что коррупция существует не только в государственном секторе, но и в частном секторе. Я подозреваю, что здесь присутствует коррупция на уровне, ну, как минимум, у русского офиса Ютуба. А вот еще следующий вопрос такой. У нас была общая совместная инициатива, народные требования, чтобы народ имел право, возможность наложить вето на любое решение власти. Почему вы ее поддержали, и что вас к этому пододвинуло, что вас стимулировало? И вот расскажите детальнее, более коротко по вот этим направлениям. Дима, я не помню, кто из нас был родителем. Мы с тобой рожали эту идею вместе. У вас свой путь был к этому, у меня свой путь к этому был, в том числе и через опыт других государств. То есть я читал достаточно много законов других государств, в частности основных законов, конституции, где это прописано, где прописана возможность для людей накладывать вето на решение власти. Но это логично. Народ – источник власти в Украине, написано. Народ, по сути, родители этих неразумных детей. Если неразумный ребенок, надо дать ему по рукам. А инструмента, палки, чтобы дать по рукам, вот такой вот закон, и чтобы не потрясти основы государственности, основы этой страны, как произошло там в 2014 году, не было. И вот выступили с этой инициативой, прописали, в общем-то, там же прописан конкретный законопроект, который должен быть вынесен на всенародное обсуждение и на вселенное голосование. Этот законопроект полностью соответствует первому пункту программы президента Зеленского. Народовласть он же тоже обещал. Когда Разумков начал еще, работая в штабе Зеленского, кандидата в президенты, говорить о народном требовании, я думаю, блин, он у нас его срисовал. Я слушаю Разумкова, точно, срисовал у нас. Оно же висит в открытом доступе, смотри, пожалуйста. Я не против. Я слухам народа, уже депутатам избранным давал. Я говорю, вы же там обещали, первый, вот возьми, внеси законопроект. Если надо, я как бы доработаю, подготовлю сопутствующие документы, поясниваю на запыску и прочие документы, которые законопроект должен сопровождаться. Да-да-да, но прошло много времени уже с тех пор. Понятно, что слухам народа это нафиг не надо. Они по большей части одноклеточные, как я считаю. Ну, правда, одной клетки достаточно, чтобы нажать зеленую кнопку. Или одной клетки достаточно, чтобы взять что-то... Эволюция кнопкодавов. Да, это... Много кнопок нажимал один человек, сейчас много людей просто нажимает одну кнопку. Вот, поэтому я считаю, что это должно быть, независимо от того, какая власть. Советская, антисоветская власть. То есть, должен быть предохранитель. Предохранитель вета народа. У нас же, в принципе, народную инициативу задушили. У нас народная инициатива существует в рамках Конституции только как референдум по народной инициативе. Но, чтобы собрать референдум по народной инициативе, нужно собрать там в очень сжатые сроки 3 миллиона подписей. 3 миллиона подписей, ну, чтобы вы понимали, для сравнения. В России, для того, чтобы провести референдум по народной инициативе, говорят, что это тоже нереальная цифра. 2 миллиона в России. В огромной большой России, которая в 4 раза больше нас по населению, 2 миллиона. Три миллиона у нас. В той же Швейцарии, например, 100 тысяч подписей для проведения референдума по народной инициативе, но если это референдум ВЕТА, то есть касается ВЕТА, накладывания ВЕТА, 50 тысяч, в два раза меньше, при 8 миллионах населения. То есть даже этот закон по народному ВЕТА выделен в отдельный тип референдума, и они там нормально проводят. У них некоторые законы просто иначе к референдуму не принимаются. Например, любая ратификация любого международного договора, это исключительно вопрос референдума. Вот если бы у нас такая штука содержалась в Конституции, допустим, любая ратификация, у нас бы Майдана просто не было. Не было бы оснований для этого Майдана, где спекулировали на Евроассоциации, где Иценюк рассказывал, что вот будет зарплата европейская и так далее. Где оно? Взять бы этого лысого за бороду и мордой в его собственные обещания. Причем так, чтобы эти обещания на телевизоре были, чтобы телевизор разбился, чтобы морду порезал, чтобы хоть народ получил удовлетворение. Не сильно жестоко. У вас просто красный цвет на вею, кровавый такой. Это самое. Следующий вопрос такой. Почему вы вышли с партии СЛС, Союз Левых Сил? Опять-таки, Дмитрий, мы с вами были вместе в Союз Левых Сил. Я напоминаю просто зрителям, что мы с вами, когда список формировался, я был первым номером, вы, по-моему, четвертым номером. Но в любом случае, первая пятерка лица мы содержались. А знаете, оказалось, что лидер партии Василий Волга оказался не совсем тем человеком, за которого он себя выдавал. То есть он действительно хороший трибун, он хорошо излагает мысли, он подкован в теории, но в практике он оказался не тем человеком, за которого он себя выдавал. И плюс были вопросы, которые дали основание полагать, что, может быть, он даже работает против партии. Вопрос номер раз. Общаемся. Ну, это как бы вы можете подтвердить, как участник этого совещания. Я говорю, а вы в курсе, что порядка четырех миллионов залога нужно внести. Говорит, вообще не заморачивайся этим, мы, это не твой вопрос, я его решаю. Потом, когда оказывается, что он его не решает, мы начинаем как-то искать альтернативные пути, что происходит. Вдруг резко блокируют счет партии, через который эти деньги должны пройти, даже если найдет их не Волга, а там обратимся к людям, еще что-то. Все, некуда деньги перечислять. Дальше решаем, что, в принципе, ну, это правильно, что этот финансовый залог, это дискриминация. Это дискриминация по имуществному принципу, и люди, у которых есть деньги, могут баллотироваться, а люди, у которых нет денег, так получается, ты не можешь участвовать в управлении государством, вопреки Конституции. Готовим исковое заявление. Обращаю внимание, вернее, Волга говорит, там мы не можем подать исковое заявление. Почему? Потому что есть решение суда, что это не имущественный ценз. А я говорю, это никакого имущественного ценза. Давайте говорить о дискриминации. В конце концов, 24-я статья Конституции Украины говорит о том, что дискриминация запрещена по любому признаку, по признаку расы, места жительства и иншим признакам. Давайте по дискриминации. Я в это время был в отъезде, подают исковое заявление, в котором ссылаются на имущественный ценз. Ну, естественно, суд административный, куда обращаются, ссылаясь на решение Конституционного суда, аннулирует, признает правоту Центральной избирательной комиссии. То есть, не говоришь, дискриминация, переписки, что-то все были. Хорошо, подаем апелляцию, хотя уже как-то на взвод. Мы апелляцию подаем, все, там, следуешь моменты, которые должны быть в апелляцию, говорю, дайте почитать апелляционную жалобу. Мы ему не успели, там, спешили очень, подали апелляционную жалобу, я ее не прочту. Хорошо. Где я хочу присутствовать на заседании суда апелляционного? Когда? Где? Кто? Как? Не знаю, не знаю, не знаю. А я сомневаюсь, что не знаю, потому что это же выборы. Тут очень ускоренная процедура. У меня в практике было, когда суд первой инстанции, апелляционный суд прошли в один день. То есть, вот суд проиграли первой инстанции, подали. Это не то, что ускоренное. Это турборежим зеленых человечков, это ничто, это улитка по сравнению с этим режимом. А тут проходит неделя, вторая, третья. Где? Где заседание апелляционного? Уже выборы прошли. Где заседание апелляционного суда? Там отказали нам в апелляционной жалобе. Какие основания? Не знаю, они послали почтой. Но это реальная история. Сейчас могу сказать, это цирк какой-то, это детский сад. Но это реальная история, которая вынудила расстаться с этими ненадежными людьми. А потом говорит, а мы сроки прощелкали апелляционного обжалования. Мы в последний день подавали, это было воскресенье, нужно было заплатить пошлину, а банк не работал. То есть интернет-банк и банкоматы у нас уже отсутствуют. Да в конце концов, подай ты без этой пошлины. Тебе вернут документы на доработку, у тебя будет 10 дней, чтобы доработать. Ты за эти 10 дней пошлину уж как-нибудь оплатишь. Хорошо, говорю, давайте, это по ссори, но я же о конструктиве думаю. Думаю, давайте восстанавливать сроки апелляционного обжалования. Придумываю аргументы для того, чтобы восстановить сроки, как мне кажется, действенной для подачи жалобы на восстановление сроков апелляционного обжалования. А я не могу сам подать, потому что есть глава партии, он представляет партию. То есть я никто в этом процессе, я не могу выступать от имени партии. Так и не подали жалобы на восстановление сроков апелляционного обжалования. Это уже было в сентябре, когда уже все, ну сколько можно. Я махнул рукой на эту партию, сколько можно пользоваться меня. У других ребят были другие претензии, у вас, Дмитрий, твои претензии. Но это был действительно саботаж. Это просто сбили нашу инициативу, наши требования. Я не знаю, сколько бы мы получили, но 57% граждан Украины на эти выборы, вот даже из тех, кто внесены в список, я не беру в учет Крым, Донбасс, которые не дают голосовать. 57% даже из тех, кому можно было голосовать, на выборы не пошли. Они вот среди этого огромного количества партий не увидели свою партию. Вполне возможно, они хотели увидеть нас. А вот следующий вопрос. Новое законодательство избирательное приняли уже при Зеленском. И мы наблюдаем, как вот этот имущественный ценз, он еще поднялся. То есть для того, чтобы партии иметь возможность баллотироваться на всех уровнях, ей надо как минимум заплатить 80 миллионов гривен. И вопрос, откуда молодые партии без олигархов возьмут такие деньги? Ну вот почему, собственно, такое законодательство принимается с вашей точки зрения? Ну потому что эти слуги народа являются, на самом деле, слугами отдельных представителей этого народа. И то бы я постеснялся, вот как украинец, признать, что это представители моего народа. Стыдно, вот когда у твоего народа такие представители. Но с другой стороны, Кламойский, он же и не говорит, что он украинец. Пускай как бы тот народ, который представителям, или Кламойский, или там Пинчук, или Ахметов, там, кстати, ни одного украинца нет. Вот националисты почему-то вот эти вот, которые там, помятая чужинность, суд господаль украинец, почему-то вот об этом предпочитают не вспоминать. Да, так вот, как бы они потому так и делают. Они делают предохранительные, они защищают свою власть, свой контроль. Потому что если, ну, предположим, Волга был бы тем, за кого он себя выдавал, и не был бы саботажником, мы действительно пошли бы на выборы, и мы действительно прошли бы в Верховную Раду. Что у нас было первое? Там, народовласть, это все предохранительные. У нас была первая национализация того, что украли у народа. И одновременно привлечение к уголовной ответственности из тех, кто украл. Ну, то есть, если Ахметов украл, если он организатор преступной группировки, которая обворовывала страну на протяжении более чем 20 лет. Ну, да, таких-то много. И Пинчук, и Живаго. Ну, то есть, масса там. Шуфрич тот же. Ну, как бы, что, Шуфрич святой, допустим. Медведчук, он же святой? Он где свои миллионы взял? Он как при Порошенко зарабатывал на газовых схемах? Тот же Порошенко, кстати. Порошенко, да, тоже. Далеко ходить не надо. Кстати, по удивительной случайности, почему-то он неприкасаемый. Вот до сих пор, кстати, несмотря на то, что есть масса просто доказательств. Наверное, нет в этом никакой случайности. Наверное, как бы власть олигархов охраняет, в первую очередь, олигархов. Дим, ну, вот смотрите. При Порошенко по подсчетам правоохранителей в тюрьме, по политическим обвинениям оказалось около 4 тысяч человек. Никого ведь не освободили при Зеленском. Вот это политические обвинения. Людей обвиняли в том, что они критиковали... Дела не закрыли, да. Дела не закрыли. Их обвиняли в том, что они критиковали Порошенко. Причем там, ну, вы же сами знаете, вы как бы один из этих... Они из этих 4 тысяч, но кого удалось отбить, в том числе благодаря там резонансу, суперрезонансу, да. То есть, а об этих 4 тысячах никто не знает. И они до сих пор сидят. Зеленский президент, они сидят. Там Мехти Лагунов, да, вот самый вопиющий пример. Дедушка Зрадный, 12 лет ему дали, 85 лет. Ну, хорошо, хоть выпустили сейчас. Это, по сути, смертный приговор. Да, это смертный приговор. За что? Так и не доказали. Ну, как в вашем деле, да. То есть, вы там настроили YouTube-канал для сепаратистов. Но, предположим, что вы это сделали, Дима. Где уголовная статья, которая предусматривает 9,5 лет за то, что вы настроили? Сколько? 9,5, да? Ну, даже в конечном итоге этого не смогли доказать. И вот уже 2 года суть никак не может начаться с самого начала. Ну, хорошо, Кацабу вытащил от Монтяна из тюрьмы. А, ну, вот, Коваленко, допустим, обмененный в Луганск, он по этой же статье сел. И получил, кстати, и касацию. Он дошел до Верховного суда дошел, подтвердился. Поэтому Зеленский, я вижу, Зеленского, это верный продолжатель. Дело Порошенко, ну, вот смотрите, вот даже по людям можно судить. Что произошло, когда произошел государственный переворот? Начали вычищать, вычищать управленцев там на уровне министров, на уровне директоров департаментов и так далее. То есть, даже вот там, знаете, были как бы профессиональные бюрократы, которые сидели там в должностях, потихонечку вырастали. Там при Кучме, при Кравчутле еще они начали работать, их все равно вычислили. Сейчас. Ну, посмотрите на состав кабинета министров. Два министра из Кабмина, который работал при Порошенко. Два заместителя министра, которые работали при Порошенко. Куча директоров департаментов. Посмотрите на этого Гончарука. Он же работал в аппарате первого вице-премьера Кубева. Националиста и подонка. Человека, которого нужно привлекать в том числе за девальвацию гривны в 2014 году. Потому что он от Майдана, от революционеров этих возглавлял правление Национального банка. И при нем гривна девальвировала, если я не ошибаюсь, с 8 до 12. Кто на этом заработал? Он же отлистывал, отдавал эти миллиарды, многомиллиарды рефинансирования банка. В том числе тому же Приватбанку. На который эти банки, вместо того, чтобы отдавать эти деньги вкладчикам, для этого давали деньги, покрыть кассовый разрыв. Они на эти деньги покупали доллары, евро, валюту. Вытаскивали эту валюту за рубеж, ну а гривна девальвировалась за счет этого. Он не отвечает. А у него работал в аппарате Гончарук. Гений, гуру экономики. А если мы пойдем дальше, вот сейчас говорят о том, что вот мы будем на Донбассе что-то делать, мы будем делать шаги навстречу для того, чтобы реально решить этот конфликт и вернуть Донбасс. Вот с вашей точки зрения, возможен ли в принципе возврат Донбасса при Зеленском? С учетом того, что он уже успел сделать ряд шагов в этом направлении? Хочется верить, что возможно. Хочется верить, что возможно. Я правда не знаю, о каких вы шагах говорите, в каком направлении. Ну хотя бы развод в некоторых участках. Развод был и при Порошенко. Разводили, потом сводили. И уже вот там, в частности по Богдановке, были сообщения, в том числе украинского генштаба, о том, что там стреляют. Кто стреляет, правда, непонятно. Ну, как всегда, российская территория, точнее, Наймонси, но стреляют. То есть это было. Понимаете, если бы Зеленский действительно хотел мира на Донбассе, он бы с этими мразями, как он говорил, да? Его цитата. Он бы с этими мразями разговаривал. Вот он ездит, к папе римскому ездил, в Италию там разговаривал. Вот он общается там и рассказывает про наших героев, про наших хлопцев. Ну, на самом деле, пушечное мясо. Они этих наших героев точно так же используют и потом выбрасывают, как оттраханные гандоны, в сторону. У меня на канале скоро выйдет несколько интервью с офицерами вооруженных сил Украины, которые вот ушли в отставку, в том числе при Зеленском, и которые рассказывают о том, как этим нашим героям помогают в решении проблемы. Они на Донбассе были, воевали, участники боевых действий. Да, так вот он о наших героях вспоминает, а хоть раз он вспомнил о детях Донбасса. Вот две сотни детей, больше двух сотен детей погибло в этом боестолкновении по ту сторону линии разграничения. Вот на территории подконтрольной Киева погибло около 60 детей. Об этих детях, кстати, он тоже не вспоминает. Я ни разу не помню ни одного высказывания Зеленского о детях Донбасса, о людях Донбасса. Да, он говорит о 15 тысячах, 15 тысяч загыблых. А разбирались 15 тысяч загыблых? Ну, это же не трудно сделать. Это отчеты Организации Объединенных Наций, ежеквартальный офис заместителя генерального секретаря, который курирует права человека, генеральный комиссар по правам человека ООН. Там же четко расписано две трети вот этих вот людей, которые пострадавшие, погибшие, раненые. Это по ту сторону линии разграничения. Ну, как говорит официальная украинская пропаганда, мы же не будем поставить под сомнение то, что она говорит. Ну, как бы. Это самообстрелы. То есть, в российской территории СССР сами себя обстреливали. Как вот тот троллейбус на Бассе, сами себя обстреливали. Это, между прочим, центр Ленинского района в городе Донецк. То есть, в Бассе это сами себя обстреливали. Путиловку, Киевский проспект сами себя обстреливали. Площадку сами себя обстреливали. Зайцево до сих пор, и Гольмовская, это под Горловкой, сами себя обстреливают. В Уганске сами себя обстреливают. Кондиционеры иногда взрываются. Вот такое тоже бывает. Или вот под Снежным тоже ситуация, о которой реже говорят. Снежное, это граница Донецкой и Уганской области. Это очень далеко от линии разграничения. Бомбардировка домов, жилых домов. Вот недавно смотрел новость, как раз мальчик один. Ну, там показывали детей донецких, которых там ввозили в Россию. Они в Пятигорск ездили на Кавказ, там, Лермонтовские места, я так понимаю. А мальчика как раз показали вот от того, который единственный выжил в пятиэтажном доме, разбомбленном украинскими вояками. Где эти, блин, герои? Кто отдавал приказ? Кто жал на гашетку, спуская ракету, либо там сбрасывая бомбу на жилой дом, где выжил только мальчик? Он говорит, маму мы не успели спасти. Вот сейчас уже. Ну, про прошествие это 14-й год лет, а сейчас уже 20-й год. Зеленский хоть кого-то наказал, хоть кого-то привлек к ответственности? Нет. Ну, мы вот говорим, политзаключенные сидят, как при Порошенко. Ну, я вам так скажу, даже по себе я скажу, меня ни разу при Порошенко не приглашали в СБУ. При Зеленском приглашали. Провести профилактическую беседу. Угрожали? Да нет, там же не угрожают. Вы же с ними общаетесь, вы знаете, они не угрожают. Они просто... Нет, у меня формат другой был, допросы там. Предупреждают, попорядживают. Понятно. А вот с вашей точки зрения, кто главный бенефициар всего этого конфликта на Донбассе? Кому он выгоден больше всего? Ну, смотрите, с точки зрения геополитики, он, конечно, выгоден оппоненту, главному оппоненту Российской Федерации. А если брать по столицам, это Вашингтон, это Америка. Хотя, опять-таки, тут бы я тоже разделял. Народ Америки, который тоже во многом пострадавший, можно же найти в интернете реальную жизнь реальных людей в той же Америке. Да, есть картинка, есть некий средний класс, а есть разрушенная Америка. Есть миллионные города, которые опустили, Детройт, показательный. Но они, тем не менее, ну не они, а те, кто захватили власть над Америкой, они используют Америку и американцев для того, чтобы удерживать свою егемонию над миром. И Россия, она другая. Она, в принципе, изначально другая. И 500 лет Россию давят. Если вот брать, там, со времен Ивана Грозного, со времен, когда Россия заявила о том, что она право имеет. Тогда вот. И ее давят. С тех пор санкции, вот там говорят о санкциях против России. Господи, я думаю, что русских санкций не пугают, русские по санкциям 500 лет живут. Мы были частью России. То есть еще при Иване Грозном санкции вводили? Были, да. Они касались торговли, они касались там торговли, ограничения по торговле русскими товарами. И в итоге русскими товарами с Европой все-таки торговали, но торговали через европейских купцов. И львиную долю прибыли с торговли с Россией имели голландские, гонзейские, английские купцы. Уже тогда Англия, еще не будучи гегемоном, уже тогда она подключалась. Ну, есть же масса версий о смерти Ивана Грозного, о демонизации. Он грозный, Иван Грозный. У нас Грозный, это не terrible, это же не ужасно, как в английском языке. А у них он terrible. А почему он terrible? Ну, говорят, историки подсчитывали, от 8 до 10 тысяч человек было казнено за царствование Ивана Грозного. В то же время правил в Великобритании король Генрих VIII, 2 миллиона англичан, были повешены. Но он не terrible, он очень уважаемый человек, он хороший, он отличный, замечательный. Он благополучный и добродушный. Он благополучный и добродушный. А terrible, Иван Грозный, потому что кого вешал Генрих? Он вешал простых англичан, которые мешали аристократии наживаться, становиться богаче. Англичане поняли, что можно зарабатывать на шерсти, они еще не поняли, что можно зарабатывать на переработке шерсти, но шерсть. И они тогда начали выращивать овец, продавая шерсть голландским купцам, которые эту шерсть перерабатывали в полотно. Потом англичане отжали этот бизнес у голландцев и сами на этом бизнесе поднялись. А Иван Грозный, 8 тысяч казненных, это кто преимущественно при Иване Грозном? Это аристократия. Это люди, которые давили народ. Народ как раз Грозного любил, Грозного царя. Грозный, Грозный это уважаемый. Грозный это отец семейства. Терр был это скорее всего для аристократии. Терр был, да. Да, и всякие там Курбские, там прочие как бы иммигранты, они создавали репутацию Грозному, как он. А Грозный работал на Россию и в первую очередь на российский народ. Кстати, посмотрите, насколько уникальный царь Иван Грозный, в отличие от приобретения других царей, приобретение Ивана Грозного до сих пор с Россией. То есть он сделал очень большие приобретения для России территориальные. Это и Казанское ханство, это и Астраханское ханство, это и Сибирское ханство. Причем он же первый туда не лез. Что казанцы, что астраханцы ходили на Русь за эсыри. Они людьми торговали. Тех же крымские татары, вот нас очень любят крымских татар, я ничего не хочу о современных крымских татарах плохого сказать, но, извините, Крымское ханство за 300 лет своего существования существовало в первую очередь на работорговле. По подсчетам историков, от 3 до 6 миллионов человек они пропустили через свои рабские рынки. Украинцы в том числе, ну жители современной Украины, современные, ну не, они доходили и до Москвы. Они доходили и до Москвы, они сжигали Москву. Вот недавно предлагал Чубаров праздновать там очередную годовщину сожжения Москвы крымскими татарами. Ну пускай он празднует битву подмолодечно тогда уже. Когда Иван Грозный догнал этих татар и так им врезал, что они больше 20 лет восстанавливали свое мужское поголовье. Когда женщины вынуждены были спать с рабами, чтобы у них мальчики рождались. Потому что Иван Грозный за сожжение Москвы отомстил-то так по-грозному. И за это его в том числе народ любит. Любил тогда, когда он жил и народ плакал за Иваном Грозным. Точно так же, как в 1953 году народ Советского Союза плакал за Сталина. Для кого Сталин был плохой? Для кого? Если смотреть по территории, если смотреть по ядерному потенциалу приобретенному, если смотреть по статусу Организации Примененных Наций, ну и в принципе по экономике, ну короче, понятно. Тут я думаю, объяснять никому ничего не надо. И наверное поэтому хотят внедрить всеми правдами и неправдами закон, который вообще запрещает даже позитивно упоминать о нашем героическом прошлом. Как вам кажется? Более того, знаете, есть такой бывший народный депутат Алексей Журавко. Он человек уникальный. Вот я лично считаю его уникальным человеком. Человек вырос в детдоме и дошел до народного депутата, до представителя Кабмина по делам инвалидов. Почему я считаю его уникальным? Потому что если его увидеть, это действительно ужасное зрелище. Первый раз, когда его видишь, шокирует. У человека нет ног и у человека одна рука. Вот он из детского дома дошел. Да, так вот он обнародовал документ, приказ председателя службы безопасности Баканова. Приказ для подразделений службы безопасности. Работа с историками, работа с науковцами. Смысл этого приказа в чем? Не допускать неправильной интерпретации истории. Нельзя рассказывать, оказывается, какие-то вот давать интерпретации, что... Ну а как проинтерпретировать факты иначе, я не могу. Вот смотрите, бандеровцы с 45-44, ну с освобождения Украины, до конца 50-х, пока их более-менее переловили, они уничтожили, убили 30 тысяч граждан. Вот сейчас говорят Восток, война на Востоке 15 тысяч. Вот эти убили 30 тысяч мирных граждан. В эти 30 тысяч не входят сотрудники НКВД, бойцы истребительных батальонов, военнослужащие. Это мирные граждане, гражданские. Это колхозники, представители колхозов, это комсомолы, участие в общественной организации, медсестры, врачи, учителя, дети в конце концов. 30 тысяч человек, как их называть? Ну вот как их называть, они преступники или кто? Или 30 тысяч, это нормально. Это герои, они убили медсестру, изнасиловали медсестру ради майбутнего Украины, бо они боролись за майбутнёю Украину. Они насилуют медсестру для того, чтобы... Ну да, понятно, что это была другая своя Украина. Ну да, вот они говорят, нельзя это интерпретировать, это герои, понимаете? Это герои, они, это были змагания за незалежность Украины, за там... Я спрашиваю, вот у этих змагальников за незалежность Украины, я с этим избужниками тоже разговаривал, говорят, ну хорошо, незалежность, класс. На входе в эту незалежность 52 миллиона. Сейчас сколько имеем? Говорю, у вас информации больше, я могу оперировать разными цифрами, могу сослаться сейчас там 30 миллионов... Проще всего на индекс хлеба, 32 миллиона. Да, есть хлеб, по хлебу там около 20 миллионов. Причём, если потребление хлеба меньше, чем, допустим, в России или в Германии. Это тоже как бы неправильно, потому что, когда все продукты дорожают, люди обычно на хлеб переходят. Где люди? Вот это вот, это, это, это с добуток незалежности. Там встречался как-то совсем недавно в эфире с польём, пригласили на украинский канал, начал кричать про Гладомор. Ну, там особо говорить не получается, потому что он орёт, ведущий тоже немножко не в ту сторону, он не объективно модерирует. Гладомор, хорошо, Гладомор. Там даже если ваши 100-500 миллионов, правда, они там рассказывают, 7 миллионов, там ещё что-то такое. Вот ваша незалежность. Незалежность. Кстати, против незалежности вот цифры... Потеряли больше. Да, потеряли больше. Кстати, против незалежности незалежность не поддержали 13 миллионов человек. Вот говорят, кто не поддержал незалежности, тот злочинный. Так что, 13 миллионов человек и зачиньте. Ну, кто-то проголосовал на референдуме против, а кто-то на референдуме не пришёл. Но он не пришёл к этой позиции. Он не поддержал. Не поддержал. Тогда, в принципе, по закону можно было и не поддерживать. Тогда, кстати, на закон наплевали. Если будет желание, можно будет отдельную даже программу сделать по референдуму 91-го года. Я думаю, это будет интересно, но в следующей программе, потому что время у нас, к сожалению, ограничено. Спасибо вам большое за уделённое время. Это была программа «Без протокола». Сегодня у нас в гостях был Александр Семченко, доктор политических наук. Это была программа «Без протокола». Не переключайтесь. С вами был Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова